МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За межсезонье в Барысе изменилось всё. От атмосферы внутри коллектива до посещаемости стадиона. Хотя именно здесь видна прямая связь. Приход нового тренерского штаба, возвращение капитана и появление свежих лиц в составе повлияли на результаты. Сейчас плоды перестройки заметны каждому, однако в отличие от Советского Союза на стыке 80-х и 90-х в Барысе всё сложилось удачно. Теперь останчанам ставят вину то, что команда не смогла разобраться с торпедо, не затягивая серию до семи матчей, а пяти ты растут. За относительно короткий период Барсы прошли путь от середняка Востока до одного из фаворитов конференции. Предные болельщики заметили разницу практически с первых матчей. Команда была в немножко образованном состоянии. И так городично. После предсезонки мы хорошо начали регулярку, этот темп не справляли. Это всё тренерская работа. И это говорит о том, что как тренер Скобелка уровня топ. Поэтому я надеюсь, что и команда к этому уровню топ потянется. В основе таких результатов лежит уже ставшая знаменитой система Скобелки. Они говорят, её обсуждают, но в чём она заключается, объяснить удается немногим. Каждый из нас знает, что делать на площадке в тот или иной момент. Это очень важно. То есть ты едешь, какая-то ситуация случается, и ты не задумываешься у тебя. То есть машинально ты делаешь то, что просил тренер. В том году, наверное, не на таком уровне было. Вот это вот взаимопонимание и понимание игры в целом. Важно не то, как ты бьёшь, а как ты держишь удар. Цитата из фильма «Рокки» известна каждому. В хоккее она также актуальна. На фоне ярчайших побед, вроде игры с ЦСКА, забываются те, где всё шло вопреки. Где нужно было проявлять характер. В матчах, где всё было потеряно, Борис рук не опускал. Показателен матч в Уфе, где к третьему периоду Останчане горели 1-7. Но не бросили играть и забили две шайбы. Команда не опускает руки. Борется всегда до последней, можно сказать, секунды. Вот. И мы играем для болельщиков, для своих, конечно же. Чтобы они смотрели. Играть для болельщиков значит играть на победу. Разные стили, разные языки и разное видение происходящего на площадке сделали новую команду сильнее. У нас в команде собраны ребята из разных стран и разных континентов. У каждого свой характер и все мы часть одной команды. Здесь есть множество ребят с лидерскими качествами. Это сказывается. Думаю, в этом и заключается суть нашего характера. Состав каждого звена может меняться в зависимости от задач, которые ставит тренерский штаб, и от конкретного соперника. Важность взаимопонимания хоккеистов, которые играют в одной пятерке, сложно переоценить. Синхронное движение, мгновенная реакция в случае открывания, подстраховка – все это лежит в основе успешного выступления команды. Многие из тех, кто играет здесь, хорошо знакомы друг с другом. Но есть и те, кого объединяет не только хоккей. Алексей Маклюков и Дмитрий Шевченко на площадке сталкиваются очень редко, разве что на тренировках. Но их объединяет куда больше. Начиналось в подмосковном городе Воскресенск, который в свое время такое градообразующее предприятие было, химический завод, на этом фоне была хоккейная команда, хорошее спонсирование было в свое время. Очень много чемпионов олимпийских в том числе, воспитал. И когда рождается мальчик в Воскресенске, не очень много выборов, куда пойти. И чаще всего это становится хоккей. И тут у меня не стало исключением. Я из небольшого города, из Тульской области, город Щекино. И поэтому мне надо было где-то продолжать. У нас была команда одно время, но она продлилась не очень долго. И мне нужно было где-то продолжать хоккей. Я поехал туда на просмотр в город Воскресенск. Это команда «Химик». Приехал, подошел с Алексеем, с Лехой. Просто были косвенно знакомы. Привет, привет, пока, пока. То есть, ну, ни больше, ни меньше, потому что у нас, ну, все-таки была разница в возрасте, там, два года. Затем Алексей Маклюков попробовал свои силы в составе «Динамо Балашихи», где стал чемпионом ВХЛ. Чуть позже туда перешел и Дмитрий Шевченко. Перешел туда с «Матического Атланта», с «Молодежки». Он на тот момент уже играл там. И у нас, как оказалось, то, что у нас общий агент был. В конце сезона, как это нормальная тоже практика, в конце сезона, в начале сезона приезжают люди на просмотр, да, там, ну, в надежде, да, получить контракт. Приехал Шева, ко мне подошел агент, сказал, вот так-то, так-то, приедет сейчас Дима, ты его, наверное, помнишь. Ну, я сказал, да, помню. Ну, и нормальные слова вроде «подскажи, как, что», но это тоже нормальное такое дело. Он мне помогал с теми же, ну, просто какой-то круг общения хотя бы был у меня. С кем, сколько, что спросить, куда пойти, там, ну, то есть минимальные вот эти вот бытовые. И, ну, с того момента, я думаю, мы как бы и начали потихоньку общаться, как бы не сразу, понятное дело, что стали друзьями. Я не то, что прям такой дядька какой-то опытный, да, чуть больше опыта было у меня, но просто в раздевалке элементарно, да, познакомить с ребятами и подсказать, где там массажисты сидят, где доктор сидит, где тренерская, ну, обычное дело, ничего такого. Решение перейти в бары с игроки приняли практически синхронно. И когда я еще узнал то, что еще, ну, Леха, то, что может перейти, как бы, то есть, ну, все, от его решения зависло. Я, то есть, ну, как бы сразу, ну, согласился. Я еще просто не знал, что он скажет на этот момент. И поэтому я, у меня была самая главная задача его уговорить как-то, если, ну, если у него были какие-то сомнения, чтобы, ну, чуть, так сказать, ну, вдвоем все равно легче. Но на принятие решения мне тоже, мне потребовалось полвечера. Просто мне надо было с родителями переговорить и все. Позже Алексею нужно было обсудить все со своей девушкой, а теперь уже с супругой Ольгой. Перед ее сестрой-близнецом Галиной встал тот же вопрос. Ведь она находится в отношениях с Дмитрием Шевченко. Можно сказать, что жизнь связала судьбы двух хоккеистов. Спустя время все просто друг друга так, знаете, город маленький, все друг друга видят, но, возможно, не общались. И спустя время я познакомился с девчонками, потом спустя какое-то время, пока играли в Динамо, и Шева приехал, и мы все вместе и так еще познакомились. В общем, с тех пор и так получилось Шева. Даже бывали такие ситуации, что подстраивались специально, менялись одежды или, допустим, мы уходили, они меняли куртки и пытались как-то разыграть нас. Но он быстро это все как-то понимал. Я еще первое время, понятное дело, немножко не осваивался, так сказать. А потом уже, да, то есть я начал понимать, что они разные именно в характере, потому что все-таки, ну, моя девушка Галя, она все-таки более такая, так сказать, более, мне кажется, подвижная, мне кажется, постоянно что-то она, что-то хочет делать. То есть, ну, какая-то, ну, да, как-то, можно сказать, энергичнее. А Оля более такой домашний. Сейчас Алексей семьянин. После переезда в Казахстан решил скрепить союз с Ольгой Узами Гиминея. А перед январской игрой с Кунь-Лунь Ред Стар в семье Маклюковых родился первенец. В Боресе настоящий бэби-бум. За два месяца сразу семь игроков, включая Алексея, стали отцами. Некоторые не в первый раз. Алихан Осетов, Джесси Блэкер, Роман Старченко, Андре Петерсон, Дмитрий Мальгин и Егор Шалапов. Может быть, благодаря этому в раздевалке Бореса царит семейная атмосфера. Об этом всегда говорит и главный тренер команды Андрей Скобелко. Раздевалка мне очень нравится. То есть, в плане того, что, да, она красивая сама по себе. Да, если мы это говорим. Но ребята общаются все друг с другом. То есть, нету здесь никаких ни группировок, ни деления там на своих или не на своих. То есть, здесь такая химия хорошая. Командный дух проявляется не только в играх. Иногда важно подставить товарищу плечо, а где-то даже вступиться за партнера. Годом ранее в составе «Астанчан» играл Дамир Распаев, который не только помогал сокоманникам, но и часто устраивал взбучку соперникам без причины. В нынешнем Боресе представить подобное сложно, но из тех, кто может дать отпор в нужных ситуациях. Свежий актуальный пример – матч с «Авангардом». В конце первого периода у ворот омской команды случилась массовая стычка. В честный кулачный бой с нападающим «Ястребов» Кириллом Петровым вступил Павел Акользин. Дракой это назвать сложно. Нападающий Бореса с удара отправил соперника в нокаут. Просто постоял за партнера. В принципе, отсюда и вот такая драка произошла. Всего одна драка, а скорее один удар превратил Павла Акользина в главного тавгая команды. Но есть и другой умелец почесать кулаками. Патрис Кормье. Канадец уже демонстрировал свой бойцовский скилл в игре с локомотивом. Патрис с удара отправил на лед Никиту Черепанова. Защитнику железнодорожников не позавидуешь. Со сломанным носом он укатился со льда. Паша большой парень с хорошим ударом. Он может сделать больно, но это не было похоже на драку. Он практически сразу выключил соперника. Это дает заряд команде. Да, они голы, но все равно происходит всплеск. Команда понимает, да, мы это можем. Можем победить. Желание победить – вот что двигает каждым игроком. И даже драки, которые так нравятся зрителям, устраиваются именно для этого. Продемонстрировать настрой и несгибаемый характер. Все друг за друга бьются, стараются, поставятся. Поэтому, я думаю, у нас все по силам. Пройти как можно дальше. Черт не шутит, как говорится. Поднять кубок над головой. Пока о кубке Гагарина говорить рано. Торпеда показала, что считаться нужно с каждым соперником. И пусть дома Борис сотворил один из величайших камбэков в плей-офф, тенденция, когда команда пропускает четыре шайбы, а затем героически выходит из ситуации не очень здоровая. Мы допустили того, что мы проигрываем. Это не очень хорошо. То, что мы доводим до такого, что приходится отыгрываться. То, что мы отыгрываемся – это огромное-огромное дело. Что мы не кидаем руки. То, что мы продолжаем биться, бороться до последнего. Получится, не получится. Отыгрались – здорово. Нет, сделали все, что смогли. Это классно. Но есть негативный момент, что не надо до этого доводить. Болельщики в рамках одного матча испытали всю гамму чувств. От крайнего разочарования до полнейшего экстаза. Сердце остановилось, отдышалось немного и снова пошло после гола Романа Старченко в овертайме. Возможно, у этих побед есть и другая причина. По крайней мере, в это верит помощник митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. Олег Серняев. Священнослужителя мы встретили на тренировке Бориса в Нижнем Новгороде. На протяжении многих лет он оказывал духовную поддержку «Торпеда». Но с недавних пор болеет за Станинский Борис. Я считаю себя честью Бориса. С того момента, как туда перешел Андрей Владимирович Скобелка и пригласил меня для того, чтобы я оказывал духовную поддержку нашему Борису. Батюшка Олег разбирается в хоккее и даже сам занимается на любительском уровне. Сегодня он активно следит за выступлениями Бориса в КХЛ. У него даже появились свои фавориты. А так как батюшка по амплуа вратарь, то его любимчик занимает последний рубеж. Команда очень интересная, очень разнообразная. Хороша вратарская линия в первом лице. Карлсон, красавчик. Граховина. Ну, ребята сами по себе, они очень индивидуальны. Но, конечно, очень хороши легионеры. Очень хороша линия нападения. Защита ровная. Поэтому в этом году будем надеяться на все. Самое лучшее на прохождение Борисом не только первой, но и второй, третьей стадии. В Нижнем Новгороде Борис поддерживал не только батюшка Олег. Но и фанаты, которые преодолели дальнюю дорогу, чтобы попасть на трибуны ледовой арены. Члены движения Борис Фан схвалятся тем, что провели рекордное количество выездов. Девять поездок за год. Повод для гордости. Без поддержки фанатов преодолеть эту стадию невозможно. Ведь регулярный сезон и плей-офф совсем разные турниры. Для многих штамп. Для хоккеистов и тренеров непреложная истина. Отличия заключаются не только в календаре игр, но и в уровне ответственности за результат. Цена ошибки велика очень. Сезон длинный, длинный. Ты сегодня сыграл так, ты перестроился, завтра сыграл так, а вплоу у тебя нету на это время. У тебя есть игра через день. Хоть и сезон тоже был такой, насыщенный игр через день, но все равно это как-то, не знаю, даже необъяснимо, немного не так. Тут каждое действие, каждое действие может стать решающим, и за каждое действие ты в ответе. Говорить о потолке нынешнего Бориса сложно. Возможно, даже года недостаточно, чтобы оценить весь потенциал дружины Скобелки. Как бы избито это ни звучало, но в команде произошел всплав молодости и опыта. Водушевление болельщиков и игровая дисциплина. Талантливый тренер и хорошая атмосфера в раздевалке. Все слагаемые на месте. Важно не упасть с качель плей-офф, а усидеть на них до конца. Редактор субтитров А.Семкин